Для сельского поселения Совхоз имени Ленина спортивные соревнования не редкость. Каждые выходные здесь проводятся состязания районного или местного уровня среди детей и взрослых. Волейбол, настольный теннис, баскетбол, футбол – список можно продолжать. Но раз в год в феврале проходит самый яркий, веселый спортивный праздник для всех – папа, мама, я – дружная семья. В этом году он совпал с 22-ми Олимпийскими играми, что и определило тематику мероприятия. Как и любые соревнования, веселые старты для всей семьи были открыты гимном Российской Федерации, что создало особый настрой. Первые оценки участники получили сразу за домашнее задание – газету с олимпийской символикой. Семья Шибаева взяла за основу стадион и факел. Кстати, команда «Нон-Стоп» уже имеет опыт участия в подобных состязаниях. Мы участвовали в детском саду в том году. Заняли первое место. Мама, папа, я – спортивная семья. Ну, здесь не знаем, посмотрим, что получится. Дважды выходила на старт в этих веселых соревнованиях и семья Ануфриенко – Алексей, Анна и Коля. Мы с радостью ждали этого дня, чтобы поучаствовать и провести этот день вместе с семьей. Доставляет большое удовольствие, столько радости. А самое главное, чтобы ребенок всегда улыбался. Но были среди спортивных семей новички. Для ампелианцев, а команда получила название благодаря маленькому Ричарду, так он выговаривает слово «Олимпиада» – участие в веселых стартах стало боевым крещением. Здорово, что получается, тем более Рич уже в первом конкурсе участвовать вообще отказался, он испугался, а сейчас вот уже впервые, вот отлично. Шум и гам царили в спортивном зале больше полутора часов. Все задания были шуточными, но тем не менее от участников требовались некоторая физическая подготовка и спортивные навыки. Мне очень понравился конкурс. Надо было больше давать мяч маме, передавать папе. Все зависело от меня. Всего забавных конкурсов было 9. Среди них значились и олимпийские виды спорта. Если в хоккее с мячом результат зависел больше от папы, то в керлинге вели или мели мамы. Семейные соревнования в сельском поселении проводятся вот уже на протяжении трех лет. И каждый год конкурсные задания становятся все интереснее. Организаторы стараются привносить новые идеи, учитывая, конечно, возраст юных участников. Конкурсы подбирались так, чтобы как раз они были безопасны для детей. И маленькие дети в возрасте пяти лет спокойно могли сделать. Завершающее испытание, по мнению главного судьи, было самым сложным. Оно объединило все виды спорта. Задания на меткость, скорость, ловкость. Основная борьба за первенство развернулась между постоянными участниками веселых стартов. В результате команда «Алые паруса» Семьяну Фриенко чуть-чуть уступив, вновь на втором месте. Золотыми олимпийцами стала команда «Паллада». Победа досталась им непростой ценой и лишь благодаря помощи подруги, которая заменила выбывшую из строя после первого состязания маму. Они мои друзья, конечно. Человек, я медсестра, она спиной как не помочь. Я без проблем. Мы хотели первое, мы его взяли. Мы смогли сплотиться и выиграть. Третье место у семьи Слепокуровых. В конкурсе они приняли участие, следуя примеру классного руководителя Глеба. Мы вообще благодарны всем. Всем вообще спасибо. Нас так поддерживали благодаря поддержке, которую нам дали нашу учительу, нашу Монфриенко Анну Александровну. Она нас тоже подстегнула к тому, чтобы мы вместе все победили. Это наша лучшая победа. Спасибо вам огромное за все. Безусловно, такие праздники предоставляют возможность семьям провести время вместе. А у ребят есть шанс показать себя, зажечь свой спортивный талант и, может быть, заняться спортом всерьез. Именно тогда мы увидим большие, красивые олимпийские победы, те, которых мы ждем от наших спортсменов. Веселые старты завершились, но активная спортивная жизнь в поселении продолжается. И возможностей выбрать занятия по душе у жителей поселения скоро станет еще больше. В планах местной администрации строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.